Осуществить мечту, открыть свою фитнес-студию Марина сумела, когда вышла в декрет и родила сына. Нашла время и обучилась на тренера. Поддержал и муж. Советом помогла и мама, подсказав, что можно получить средства на своё дело, заключив социальный контракт. Мы думали, что это будет очень сложно. Нам дали, вот мы пришли, ну буквально через месяц мы это вот всё оформили, и как бы никаких сложностей не было. Дали нам 250 тысяч. На выделенное средство Марина закупила спорт-инвентарь и уже в конце августа открыла фитнес-студию. По условиям соцконтракта в течение трёх лет нужно непрерывно работать. Но это бизнес-леди не испугала. Соцконтракт, говорит, это хороший старт для предпринимателя. Я вообще считаю, это очень классное дело. Когда я узнала, я вообще прям в шоке была, что у нас государство так вот прям поддерживает. Потому что, ну, не то, что даже ИП открыл. И на обучение, ведь можно пойти и в автошколу, и работу найти. Соцконтракт — это адресная финансовая помощь, на которую могут рассчитывать те, чей доход ниже величины прожиточного минимума. В Удмуртии это 10 470 рублей. В прошлом году деньги получили более 4 тысяч жителей Удмуртии. В этом на реализацию программы соцконтрактов Федерация выделила республике 200 миллионов рублей. Плюс 46 миллионов — региональное средство. В итоге сумма получилась, как и в прошлом году, а возможностей использовать соцконтракты стало больше. Теперь деньги можно взять на развитие личного подсобного хозяйства. В этом году граждане смогут получить материальную поддержку на такие направления, как поиск работы, развитие индивидуального предпринимательства, ведение личного подсобного хозяйства. Прежде чем человек трудоустроится или решит открыть личное дело, или зарегистрируется как самозанятый, он имеет возможность пройти обучение, тоже за счет средств социального контракта. На обучение заявитель получит до 30 тысяч рублей, на развитие личного подсобного хозяйства — до 100 тысяч. На открытие своего дела или на самозанятость выделяется 250 тысяч рублей. По направлению трудной жизненной ситуации возможность заключить социальный контракт будет максимально на 6 месяцев. Соответственно, и изменится объем единовременной выплаты. Теперь он будет составлять не 100 тысяч, как было, а до 65. Подать заявление на соцконтракт можно будет уже в конце января в отделении социальной защиты по месту жительства. Светлана Буланова, Юрий Егоров, Юрий Ленький. Новости.